Иногда бывает какое-то оцепенение, молитва не идет, а в кавычках висит в воздухе. Человек как в тумане. Что это? И как от этого избавиться? Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. Но если ты делаешь это от сердца, усердно, любовью, а не ради заработка, то за это тебе будет награда от Бога. Но вот подошел чудотворец, поднял руки, помолился и мертвый встал из гроба. Все поражены, восторгом нет конца. А какой труд этого чудотворца? За что ему награда? Он не потел, не трудился, хотя сделал в миллион крат больше. Точно так же и на молитве. Иногда ты молишься со слезами, в восторге. Душа поет и ликует. Часы на молитве могут пролетать, как одна минута. Твоего ничего здесь нет. Это труд Святого Духа. Ты получил уже эту награду в восторге, в соединении с Господом. Но вот ты усталый, едва поднялся с постели, не домогаешь, перед глазами вчерашние заботы и неурядицы. Ты весь как ватный. Тогда слово «хочу» отсутствует, остается одно «надо». Ты как бы закован в броню нежелания, плоть подавляет дух. Ты молишься, молитва не идет, программа зависла. И ты пытаешься сделать перезагрузку. Читаешь псалфель, а мыслями ушел далеко от читанного. Замечаешь это, спохватываешься и снова возвращаешься к началу псалмов. Время идет, а душа не пробуждается. Но ты молись, взывай, стучи. Тебе тяжело стоять. Слипаются глаза. Причины одна важнее другой. Побуждаю тебя поскорее закончить молитву. Хорошо закрой двери шторки. Начинается настоящее сражение. Бытие. 32, с 24 по 28 стихи. «И остался Иаков один. И боролся некто с ним до появления зари, и сказал ему, отпусти меня, ибо взошла заря. Иаков сказал, не отпущу тебя, пока не благословишь меня. И сказал, как имя твое? Он сказал, Иаков. И сказал ему, отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. И твое имя после этих трудов будет не сонливый, беспечный или ленивый, но ревностный, трудолюбец, и вот за эти труды «Предлежит награда вечности» 2 Иоанна 1,8. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. 1 Коринфянам 3,8. «Насаждающий же и поливающий суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду». Богу нашему слава всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.